Добрый день, дорогие друзья, зрители и слушатели канала iNews – Ичкерия Ньюс. В эфире Вестник Кабинета Министров Чеченской Республики Ичкерия. Заявление министра обороны Чеченской Республики Ичкерия по поводу произошедшего в торгово-выставочном центре Крокус Сити Холл в Подмосковье. 25 марта 2024 года. Министерство обороны Чеченской Республики Ичкерия выступает против любого насилия в отношении мирного населения, в какой бы точке мира это ни происходило. К большому сожалению, наш многолетний опыт, сопряженный с остановлением независимого чеченского государства, показывает, что большая часть насилия над мирным населением в зоне вооруженных конфликтов происходит из-за неуемных политических амбиций некоторых государств, чьи спецслужбы создали подконтрольные псевдорелигиозные силы для ведения гибридной войны и достижения своих имперских целей. Мы хорошо помним, как после распада Советского Союза в 90-е годы террористическая активность во всем мире спала до исторического минимума. Решительные меры, принятые Западом по обузданию терроризма и источника его поддержки, привели к распаду Советской империи. Однако, вместо того, чтобы окончательно фрагментировать остатки империи в лице нынешней России, Запад принял роковое для себя и всего цивилизованного мира решение о сотрудничестве с ней, что, в свою очередь, привело к очередному всплеску терроризма во всем мире, пик которого пришелся после смены власти в Кремле в марте 2000 года, произошедшее в Подмосковье следствие этого. Сегодня из-за политического просчета Запада в Кремле воссел маньяк, грозящий уничтожить все человечество в агонии ядерной войны, если его имперские амбиции не будут учтены. Человечество проходит сложный этап в своей истории. Однако тлеет робкая надежда, что после очередной и неминуемой победы цивилизованного общества над российским терроризмом оно не повторит прежних ошибок и доведет начатое дело до логического конца распада России. Министр обороны Чеченской республики Ичкерия, бригадный генерал Магомед Муталибов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова